здравствуйте эта видео инструкция поможет вам активировать ваш блог и сделать в нем все необходимые настройки мы находимся на странице по адресу g-network-blog.com и для того чтобы начать работу нажмите на кнопку войти в поле логин введите логин который вы указывали при регистрации в g-network после чего введите пароль затем введите код с рисунка если число на коде отображается плохо нажмите на специальный знак после ввода кода с рисунка нажмите далее первое чего мы начнем это заполним свои данные в графе пользователи нажмите на пользователи после чего нажмите ваш профиль здесь вам надо ввести ваше имя ваша фамилия после чего опуститься немного ниже и выбрать то как будет отображаться ваше имя специальном окне далее укажите свой адрес электронной почты в графе сайт укажите адрес вашего блога он будет иметь вид ваш логин . g-network-blog.com после чего опуститесь ниже и нажмите обновить профиль как видите верхней части появилось сообщение что необходимо подтвердить тот email который мы указали зайдите ваш почтовый ящик и нажмите на письмо которое пришло вам от g-network-blog для подтверждения нажмите на ссылку как видите появилось сообщение информация о пользователе обновлена теперь нажмите на параметры здесь вам необходимо придумать и вписать заголовок сайта и краткое описание желательно чтобы заголовок и краткое описание были не длинными в поле адрес email опять введите адрес электронной почты после чего опуститесь вниз и нажмите кнопку сохранить изменения мы видим сообщение что нам необходимо опять подтвердить наш адрес электронной почты для этого зайдите на свою почту откройте письмо и подтвердите свой email адрес нажав на ссылку переходите к следующему разделу написание здесь в размере текстового поля вместо 20 строк поставьте 50 после чего опуститесь вниз и нажмите сохранить изменения следующий раздел чтение нажимаем на него здесь вам предлагается выбрать сколько записей будет отображаться на вашем блоге по умолчанию стоит 10 чтобы лента ваших записей на блоге не была слишком длинной я рекомендую поставить 5 записей после чего нажмите сохранить изменения обсуждение медиафайлы и приватность пропускаем и переходим к постоянные ссылки здесь я рекомендую выбрать день и название после чего нажать сохранить изменения теперь переходим в раздел плагины активируйте те плагины активацию которых вы сейчас видите на экране для активации плагина нажмите активировать следующий плагин i money нажимаем активировать активируйте следующий плагин который сейчас видите на экране следующий плагин smart youtube активируйте и последний плагин subscribe теперь нажмите на слово активные для того чтобы убрать эту большую красную полосу нажмите параметры затем перейдите по этой ссылке на этой странице вам надо опуститься немного ниже и здесь где вы видите надпись плагин статус поставить галочку на верхнюю запись после чего опуститься в самый низ и нажать кнопку update options как видите красная полоса исчезла и мы можем приступить к дальнейшей работе теперь мы можем перейти к внешнему виду вашего блога нажмите внешний вид на этой странице вам предлагается выбрать шаблон для вашего блога шаблоны бывают трех видов первый вид это когда есть одна боковая колонка слева или справа второй вид это когда есть две боковые колонки слева и справа третий вид это когда есть две боковые колонки находящиеся в одной стороне, справа или слева. Вы можете просматривать примеры шаблонов, опускаясь вниз. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть понравившийся вам шаблон, нажмите на кнопку «Посмотреть». Если вам понравился выбранный шаблон, нажмите «Активировать» в правой верхней части сайта. Если вы хотите продолжить выбор, нажмите на крестик в левой верхней части сайта. Как видите, здесь есть 10 страниц, на которых расположены шаблоны. Для перехода на следующую страницу, нажмите на стрелочку. Как видите, здесь различные шаблоны и вы можете выбрать любой, который вам понравится. Если ни один из шаблонов вам не понравился, вы можете перейти на следующую страницу. Допустим, вам понравился этот шаблон, нажимаете кнопку «Посмотреть», после чего в верхней части нажимаете «Активировать». Если вы захотите поменять шаблон, вы всегда сможете это сделать, выбрав другой интересующий вас шаблон. После выбора шаблона перейдите к разделу «Виджеты». Виджеты – это боковые колонки, которые размещаются на вашем блоге. Вы можете добавлять или удалять выбранные виджеты. Я рекомендую, как базовые, выбрать виджеты «Свежие записи». Наведите курсор на название виджета, нажмите кнопкой мышки и перетяните виджет в боковую колонку, после чего отпустите кнопку мышки. Как видите, виджет установился. Вы можете оставить название виджета по умолчанию или ввести свой заголовок, после чего нажать «Сохранить», затем «Закрыть». Еще один нужный виджет – «Свежие комментарии». Также наводим на него курсор, прижимаем правой кнопкой мышки и тянем в боковую колонку, после чего отпускаем. Виджет установлен. Вы также можете написать свой заголовок или оставить по умолчанию «Свежие комментарии», после чего нажмите «Сохранить», затем «Закрыть». Еще один нужный виджет – «Облакометок». Точно так же прижимаете правой кнопкой мышки и тянете в боковую колонку, после чего отпускаете, вводите заголовок или оставляете по умолчанию, после чего нажимаете «Сохранить» и «Закрыть». В данном примере мы выбрали шаблон с двумя боковыми колонками. Для того, чтобы поставить виджеты в другую колонку, нажмите на этот значок. Теперь выберите следующий виджет – «Рубрики». Прижимаете его и тяните в эту боковую колонку, после чего нажмите «Сохранить», затем «Закрыть». Также вы можете выбрать виджет «Страницы», который будет отображать страницы вашего блога. Нажмите «Сохранить», после чего «Закрыть». Для того, чтобы вам было удобно заходить в ваше управление прямо с вашего блога, поставьте виджет «Мета». Нажмите «Сохранить», после чего «Закрыть». Мы еще вернемся к разделу «Виджеты», а пока давайте создадим необходимые вам страницы. Нажмите «Страницы». Выберите «Все страницы». Как видите, здесь есть тестовая страница и вам необходимо ее удалить. Для этого наведите на эту страницу, появится ссылка «Удалить». Нажмите ее. Как видите, написано «Страниц не найдено». И теперь мы можем создать новую страницу. Для этого в левой части нажмите «Добавить новую». В поле заголовок введите название страницы. Например, вы создаете страницу «Обо мне», где вы можете написать о себе, о своих увлечениях, о цели создания этого блога. Также вы можете записать видеообращение к посетителям вашего блога и поставить на этой странице. Для более функциональной работы нажмите на этот значок. Как видите, появились дополнительные настройки. После того, как вы заполнили информацию о себе, вам необходимо в правой части поставить порядок страниц. Напишите цифру 1, после чего нажмите «Опубликовать». Вы можете создавать дополнительные страницы. Для этого вам необходимо нажать «Добавить новую» и проделать то же самое, что вы делали при создании страницы «Обо мне». Теперь вы можете перейти на свой сайт и посмотреть, что получилось. Нажмите «Перейти на сайт». Как видите, у вас есть две страницы – «Главная» и «Обо мне». Также у вас есть боковые виджеты, свежие записи, свежие комментарии, рубрики, страницы, а также виджет «Мета». Для того, чтобы закончить работу с управлением блога, нажмите на кнопку «Выйти». Теперь для того, чтобы войти в управление вашим блогом, вам достаточно зайти на свой блог и нажать на кнопку «Войти». После чего вам будет предложено ввести свой логин, пароль, число с картинки и нажать кнопку «Далее». И вы опять окажетесь в управлении вашим блогом. До встречи в следующих видеоуроках.